здравствуйте дорогие друзья я рад вас приветствовать на нашем канале меня зовут Гранцев Михаил Михайлович и я в России стоматолог это видео про профессиональную чистку зубов у наших маленьких пациентов у детей зачем на самом деле это нужно кариес налет камни воспаление десен пульпиты перидонтиты и другие проблемы они могут возникать не только у взрослых пациентов с течением времени но и конечно же у детей и чтобы предотвратить возникновение этих проблем а также их осложнение необходимо следить за зубами уже с первого прорезавшегося зуба и конечно же уделять большое внимание индивидуальной гигиене полости рта и вот как правило индивидуальной гигиены полости рта при всем старании как бы мы хорошо не чистили зубы все равно не получается вот уделить настолько внимание чтобы все зубы были идеально чистыми как правило все равно остаются места где зубы не прочищаются и конечно обязательно делать профессиональную гигиену у детей так же как и у взрослых единственное что у детей она делается немножко по-другому как правило профессиональная чистка зубов выполняется в случае если есть воспаление десен или налет есть также если есть камни и в качестве профилактических мероприятий для того чтобы не было никаких проблем как правило профессиональная чистка зубов делается один раз в 3-6 месяцев в зависимости от необходимости и конечно во время профессиональной чистки зубов врач должен посмотреть зубы на предмет возникновения кариеса помимо того чтобы их идеально очистить и до того момента как он приступил к манипуляциям по очистке зубов от налета плотного налета от камня конечно же нужно провести сначала контроль гигиены для того чтобы показать и родителям и детям где зубы недочищаются где есть какие-то проблемки это можно использовать специальные красители которыми окрашиваются зубы и скрытый налет от глаз очень даже становится видным и мы можем показать пациенту где он недочищает где бы лучше было бы поработать и побольше с вниманием отнестись конкретно каким-то местам помимо того что нужно конечно же все равно хорошо чистить зубы или даже если один зуб который вот только недавно прорезался поэтому нужно уделять этому большое внимание какие же методы и способы мы используем для того чтобы провести профессиональную чистку зубов у детей как правило в основном используются специальные насадки или головки щетки со специализированными пастами которыми мы обрабатываем и очищаем все поверхности зуба для того чтобы получить идеально чистые поверхности что касается способы которые используются в взрослых например ультразвуковые скеллер ультразвук как правило у детей не показан потому что ткани вокруг зубов и зубы еще пока не сформированы сами зубы могут быть прорезанными но верхушки еще корни не закрыты и получается что они также не сформированы зачатки зубов могут быть не сформированными и ультразвук может их повредить поэтому ультразвук у детей как правило мы не используем что же касается air flow air flow может использоваться по каким-то особенным показаниям мы конечно его редко используем случае только если очень нужно но прежде чем сделать air flow у детей нужно предварительно готовить эмаль проводить укрепление эмали для минерализации как же проводится собственно профессиональная очистка зубов у детей сначала конечно же мы психологически подготавливаем ребенка объясняем зачем мы делаем что мы делаем что нам необходимо сделать чтобы он понимал и с нами сотрудничал после этого мы зубы окрашиваем как я сказал выше специальными индикаторами чем более сильно окрашены зубы тем хуже мы очищаем зубы следовательно нам нужно это обязательно показать и родителям и детям для того чтобы они понимали что зубы мы чистим не очень нужно где-то поработать лучше подольше может быть почаще для того чтобы лучше очищать самим потому что мы в клинике можем хоть каждый день чистить а ведь мы встречаемся раз 3-6 месяцев и нам надо обязательно чтобы пациент понимал что то он каждый день должен с утра или вечером обязательно чистить зубы после этого мы переходим к собственным манипуляциям где мы щетками очищаем все поверхности окрашены окрашенный налет убираем все и после этого опять показываем пациенту что вот мы все убрали смотрите зубы чисты чтобы он понимал какие они должны быть и соответственно в конце процедуры мы проводим уроки гигиены для нашего маленького пациента где мы вам рассказываем показываем что вот смотрите было окрашено теперь у вас уже все чистое подбираем соответствующую щетку пасту объясняем в каком режиме как нужно чистить зубы рассказываем вообще какие должны быть движения полноценный уроки гигиены что касается вот часто вопроса больно ли проводить профессиональную чистку ну если взрослых ультразвуком еще могут быть какие-то неприятные ощущения то у детей мы как правило ультразвук не используем используя только щетку и пасту и целым им даже это приятно потому что мы используем специальные пасты которые могут иметь приятные фруктовые вкусы и если это еще приведено грамотно специалистов форме игры то пациент маленький пациент очень даже остается довольны после такой процедуры основные рекомендации после профессиональной гигиены полости рта такие значит первое что первые два-три часа после профессиональной чистки как правило стараться не есть второе после приведенной профессиональной чистки где-то день-два постараться не употреблять твердую еду третье после чистки также где-то два-три дня как правило рекомендованно соблюдать первую диету то есть исключить из рациона продукты которые красят а также напитки которые могут красить можно прямо в яндексе забить белая диета и выскочит список что можно что нельзя четвертое как правило исключить продукты и напитки которые повышают чувствительность эмали ну например какие-либо цитрусовый 5 если врач вас попросил поменять зубную щетку следует на ее стоит поменять щетку или пасту также рекомендуется посещать стоматолога для контроля а может быть и для профессиональной чистки раз в 3-4-6 месяцев еще расскажу что профессиональная чистка у детей выполняется один раз 3-6 месяцев в зависимости от конкретных индивидуальных особенностей кому-то надо раз три месяца кому-то надо раз в 6 месяцев противопоказания к проведению профессиональной чистки зубов у детей такие первое это в случае если есть какие-либо воспалительные заболевания в полости рта например стоматиты профессиональная чистка не проводится пока эти острые воспалительные процессы не будут устранены потому как если провести чистку то может быть еще более сильное обострение также нельзя проводить чистку во время каких-либо инфекционных процессов важный момент что в случае если есть какая-то гипплазия или эрозия эмали или тонкая эмаль хрупкая эмаль в этом случае конечно же профессиональная чистка не применяется и если есть какие-либо аллергии неприносимости каких-то отдельных препаратов или наших паст в этом случае конечно же эти препараты мы не используем и профессиональную чистку например может быть не получится провести если на все пасты которые есть хотя у нас много ну есть какая-то аллергия но в целом профессиональная чистка зубов это вещь полезная она очень даже необходимо она предотвращает возникновение каких-либо проблем зубами с молочными зубами и изменяющимися постоянными также это важно с точки зрения профилактики и конечно же для ребенка когда самого начала его обучают он уже знает как правильно очищать зубы и он к этому привыкает это является важным моментом для того чтобы он правильно очищал зубы самого начала у него было минимум каких-либо проблем в будущем я надеюсь это видео было полезно вам для того чтобы понять зачем нужна профессиональная чистка зубов у детей потому что часто задается вопрос вообще это надо ли делать зубы же молочные они выпадут и зачем вообще за ними ухаживать на самом деле даже молочный зуб каждый располагающийся в зубном ряду это важный зуб и если он теряется могут быть какие-либо проблемы например проблемы с зачатками зубов постоянных зубов или то что съезжаются соседние зубы и после этого возникают проблемы с прикусом и так далее и тому подобное на самом деле нюансов очень много и важно чтобы пациенты понимали что молочные зубы тоже зубы за ними тоже нужно ухаживать и их наличие и их здоровье также важно для правильного развития и формирования прикуса скелета зубного скелета формирования челюсти правильного построения зубной дуги и так далее я надеюсь что это видео было вам полезно если вам нравится наша работа ставьте лайки подписывайтесь на наш канал и до встречи в наших новых полезных роликах а